Глут у нас ест лишних зомби. Кстати, мне кажется, что из тебя вышел бы неплохой зомби. Приветствую вас, смертные, с вами Павел Первым и продолжаем проходить квартал мерзостей на героическом режиме Накс Рамоса. Следующий босс у нас это Глут Вурдалак, который любит жрать и кусаться. Сила героя у него состоит в том, что каждый ход он ослабляет ваших существ, снижая их хп до единицы вплоть. То есть это аналог равенства только для противников. А еще у него есть очень сильные челюсти, заодно ману, 3-5 и еще они бафаются каждый раз, когда умирает его существо с предсмертным хрипом. Даже не его существу, а вообще любое существо с предсмертным хрипом, что как бы увеличивает потенциал и опасность от этого оружия. В общем, очень больно, очень жестко. Да, я много кого-то спробовал, честно говоря, в какой-то момент этот босс меня даже поставил в тупик. Я с ним парился очень-очень долго. И решение довольно внезапное пришло. Это некий паладин, в котором есть воскрешение, уничтожение оружия. Это конкретно кислотный слезняк, поскольку все остальное неэффективно. Ну, если, конечно, у вас нет слезняка, который, опять же, за 3 маны дает вам плюс к броне за счет атаки от оружия. Кстати, можно с этого бешеный профит в итоге получить. Если есть, обязательно берите. Помимо этого, Харрисон Джонс вообще шикарно в этой колоде будет смотреться против него, поскольку 5 заряда, 5 карт. Ну, вы сами понимаете, да, что это фиктивно. Ладно, вряд ли будет там 5 заряда, но хотя бы 4 карты вы наберете с этого, возможно. В общем, Харрисон Джонс очень хорошая карта против Гоута. Любая карта, которая уничтожает оружие полностью причем, то есть заряд на единицу, как бы не особо эффективна. В общем, это тоже хорошо. Ну и главное, это хорошо обосноваться на столе. Желательно иметь существ с божественным щитом, поскольку после смерти и их воскрешения они как бы появляются именно с божественным щитом. Поэтому всякие Тирионы, всякие Таунты, на которые можно повесить воскрешение или секрет, будут очень хороши тут. Итак, ребят, вот такая колода. Давайте посмотрим, как, в общем, мне это все дело вышло пройти каким-то чудом. Я попросил зомби сожрать твои мозги. Они сказали, что не могут питаться воздухом. Зарубите себе на носу, что, конечно, здесь бафы на здоровье будут абсолютно бессмысленными. Ну, клиночек полезно при себе иметь. Он умеет филять и избавляться от существ. Как вы, думаю, догадались, исходя из его оружия, у него очень, очень, очень много существ с предсмертным хрипом. Один раз он даже мне заспамил стол вкусными зомбиями. Но, к сожалению, это мне не помогло, поскольку я там был вообще в безвыходной ситуации. Скорее всего, на первый ход будут ставиться челюсти, так что даже нет смысла пытаться переиграть. Надо пытаться топдекать с лизняка под это дело, которое вот как раз у меня уже есть. Здесь появляется второй нестабильный вардалаг. Ну, в общем, не сказать, что это хорошо. Это довольно плохо. Хотя тут и, в принципе, ничего не поможет. Надо все равно размениваться. Даже не буду играть секрет, как бы, и смысл в этом ноль. А вот здесь он почему-то разменивается. Видимо, он пытается сохранить таунт или что-то в этом дуще. Но пока из существа с предсмертным хрипом нет оружия на столе, надо пытаться избавиться от этих существ. И переконтролить, как бы, стол в свою сторону. Вот одно из существ, у которого нет предсмертного хрипа. Ну, здесь, как бы, есть смысл отхиляться, убить зомби и еще раз отхиляться. А дальше хрен его знает, что делать. Вот он уже второй идет, призрачный рыцарь. И приходит Харрисон Джонс, когда у нас нет челюстей, как бы. Но придется играть его в темп, чтобы нам не набили морду. Или мы, чтобы мы кого-то набили. Вот здесь играется Некрорыцарь. Запомните раз и навсегда, это ваш ценный союзник. Убив его, вы убиваете еще, помимо этого, целых двух существ. Ну, здесь я его, конечно же, бафаю. Даю бабу, даю урон, уничтожая Некрорыцаря. И вкупе с этим и в зомби с призрачными рыцарями. У меня еще и секреты есть. Вот он, конечно, сейчас именно играет в челюсти. Здесь я, на всякий случай, самопожертвование сыграл, чтобы защитить Харрисона от всяких бед. И, конечно, тут то повыше, что искупление не совсем так, как надо пошло. Но этот глупыш вообще дотворяет хрен знает чё. Ну и ладно, наверное, его это дело. Понятное дело, сейчас это забафы этого оружия, но пока это еще не смертельно. Жить можно. Тирион, скорее всего, подвергнется невероятным пыткам. Но, как бы и другого варианта не остается у Гоута. Он должен размениваться. Тем самым он дает мне оружку. Но бафает при этом свою оружку. Дай появляется изрыгатель слизи. Это круто, наверное. Возможно, стоит забафать его на печать чемпиона, Пусть он бьется мордой об этого Гоута. Как бы, несколько раз. Ремуловов, как видно, у него нету вообще. Вообще никаких. Да, оружие все сильнее и сильнее бафается. Ну и в этом нет ничего такого хорошего. Ну и тут, конечно, стоит большой вопрос. А, че делать-то? Че делать-то? Че делать-то? И как бы, я решаюсь сделать так, потому что это даст таун-то целых два хода пожить. А Гоуту придется целых два заряда от этого оружия потратить. Но, тем не менее, нам не нужен будет второй ход, чтобы убить Гоута, поскольку он раз уже летал на столе. Вот, в общем-то, и все, друзья. Гоут побежден. Не думайте, что это так просто и легко было. Понадобилось несколько попыток и мозговый штурм, чтобы его, в общем, убить. Здесь я, конечно, думаю, БМ, БМ, БМ. Всякий. Как бы все ок. Дело сделано. Отлетает Гоут. В зомби мы не превратимся. Можете радоваться. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе. Увидимся в последнем боссе квартала Метерзости. У Тадиуса, короче. С вами был Павел Первый. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok